...содержимое рта из ребенка... Фух, подождите, задыхающе... Пора пасать пыль... В любом из случаев мы начинаем с чего? Ребенка надо или взять с поверхности, или забрать с рук родителей. Всегда смотрите, какой локоть под головой. И подходите в зеркальном отображении. То есть, чтобы локоть был к локтю. Это первый вариант. Первая особенность. Вторая. Вы должны сократить дистанцию, чтобы между вами не было пустоты, в которую этот ребенок при передаче может упасть. И, собственно, работа рук. Та рука, которая в локте согнута, идет вниз, а это вверх. Этой рукой мы хватаем бедро, дальнее от себя, а этой сгибаем головку. И аккуратненько освобождая руки мамы или папы, забираем ребенка. Ребенка, он у нас зафиксирован в руке. Зафиксирована голова, зафиксирована шея, зафиксировано бедро. Все зафиксировано. Основная моя задача найти источник света. Или это включенная лампочка, или это окно. Я делаю дренажное положение. Чтобы, если есть жидкое содержимое, оно выливалось. То есть, не вот так заглядываю, а вот так. Ищу источник света, открываю ротик, нажал на челюсть. И смотрю, есть там, нету, чем могу помочь. Может, оно вот, только достань и выеме. Если же мне нужно проводить форсированный выдох, то есть, нажатие на грудную клетку, производится это следующим образом. Сохраняя дренажное положение, я перевожу руку, которая была на голове, таким образом. Средний палец, рейкий палец, как хотите называйте, он открытым рот удерживает. Два соседних пальца фиксируют за ключицы. Два крайних обхватывают грудную клетку. И что? Я переношу вес на эту руку. Таким образом, чтобы бедрышки были с обеих сторон предплечья, я еще могу к себе чуть-чуть прижать, чтобы он у меня с этой руки не съехал. И делается это одновременно с чем? С опусканием на одно или на другое бедро. Во-первых, вы вес легче будете переносить на руку. Во-вторых, при ударе, если вдруг ребенок упадет, одно дело падать с метра, другое дело падать с меньшей высоты. То есть, находился у меня ребенок в дренажном положении, я перевожу все дело одновременно. Дренажное положение есть, фиксация корпуса пальцами есть, прижатие бедра есть, осталось нанести удар. Ни в коем случае не бейте посрединной линии. Это приведет к травме позвоночного столба, вплоть до разрыва спинного мозга. Потому бьется основанием большого пальца, начиная приблизительно от лопатки в сторону плеча. Раз. И посмотрели. Не заплакал, не захныкал, не забойкал, ничего ничего не упало. Два. Один удар с одной стороны, другой удар с другой стороны. Не колотите в поясницу, либо это может привести к компрессионным переломам поясницы. И бейте над легкими. Грудная клетка у ребенка одна треть от длины туловища. Две трети это живот. Над животом бить бессмысленно, это не приведет к компрессии. Бейте над легкими, это в области лопатки. Удар должен быть таким образом направлен, чтобы не треснуть по запринку. Но при этом не ударить по позвоночному сторону. Достаточно сильно. И за счет вот этой вот компрессии, должна быть создана давление. Считается, что до пяти раз. Если за пять раз у вас ничего не получилось, ребенок как бы был синий и не дышал, продолжает таким быть. Попытка отчаяния. Кладете руку сверху, переводите на противоположную руку, фиксируя при этом плечики и голову. Но все время в дренажном положении. И что? Межсосковая линия. На два пальца ниже, грубо говоря, это нижняя треть грудины. Пальцы ставятся поперек, то ли два, то ли три, как кому удобно. И проводится, ну только опять же, одинаковой длиной, и проводится компрессия пять раз подряд. Если там все разы мы били и проверяли, то здесь надавливаем в сторону своей нижней руки пять раз. И после этого проверяем. Понятно? Поможет, хорошо, не поможет.